Дмитрий Георгиевич, добрый день! Мы рады приветствовать вас в Академии физреабилитации. Спасибо, что вы до нас добрались. Мы в преддверии конференции Pain Solutions ждем вашего доклада, который связан с реконструктивной хирургией. Мы через наших общих друзей и знакомых знаем вас как блистательного реконструктивного и кистевого хирурга и знаем как специалиста, который одним из первых внедрил в свою работу модель тесного взаимодействия хирургов и реабилитологов. Поэтому хотелось бы вас порасспрашивать об этом, насколько физическая кистевая реабилитация тесно связана с вашей хирургической деятельностью, насколько вы тесно взаимодействуете, почему это так необходимо? Возможно ли кистевая хирургия без физической реабилитации? Спасибо, что пригласили. Действительно, вы правы, мы очень тесно взаимодействуем, тесно и с удовольствием взаимодействуем с реабилитологами. Несколько лет назад, получается, достаточно долго существует такая специальность как терапия кисти, она не позиционируется у нас как отдельная специальность в реестре. Но, тем не менее, так же, как и хирургия кисти, это такой клуб по увлечениям и клуб по знаниям, действительно по узкой специализации. И в современном мире, наверное, так же, как и с точки зрения хирургии, требуется вот эта узкая специализация применительно именно к кисти. То есть, несмотря на то, что, да, общие травматологи и общие хирурги, иногда даже нейрохирурги оперируют кисти, ну, пластические хирурги оперируют кисть, но, как правило, люди, которые систематически этим занимаются, они должны обладать определенной специализацией. Но и точно так же все эти правила распространяются и на реабилитацию. То есть, человек, который занимается реабилитацией кисти, должен чуть больше знать механику, чуть больше знать анатомию, чем, да, специалисты, занимающиеся реабилитацией в целом, скажем. То есть, это должен обладать всеми признаками вот того самого узкого специалиста. И только в этом случае, да, мы можем доверить то, чем обычно раньше занимались хирурги. На свое время мы проводили небольшое научное исследование, когда изучали результаты операций, ну, в частности, на сухожилиях, в зависимости от того, кто занимается реабилитацией. В тот момент получилось так, что лучших результатов добиваются пациенты, которых реабилитирует сам хирург. Вот. Но это до того момента, пока мы не подключили терапевтов кисти вот к этому исследованию и к этой, к этой области знаний. То есть, специализированных терапевтов? Специализированных, да, реабилитологов. Скажите, из ста процентов ваших пациентов, которых вы прооперировали, какой процент пациентов в обязательной форме идет к кистевым реабилитологам? Если честно, то в идеале мы хотели бы, чтобы это была цифра, которая стремится к ста процентам. В любом случае, это всегда идет на пользу пациентам. Ну, есть, конечно, категории пациентов, которые без этого обойтись просто категорически не могут. То есть, это, например, все пациенты, которым выполнялись операции по восстановлению сухожилий. И тем более, пациенты, которым эти сухожилия куда-то перемещались, транспонировались. То есть, такие пациенты в своей реабилитации, реабилитация их немыслима просто без участия терапевта кисти, который понимает, что с ними делать. Есть ли какие-то диагнозы, которые вы оперируете, которые могут обходиться без реабилитации? Наверное. Ну, так или иначе, в каком-то виде реабилитация все равно нужна. Вопрос в том, может быть, не требуется большое количество явок и осмотров, может быть, не требуется большое количество каких-то процедур. Иногда это достаточно просто первичный осмотр, чтобы реабилитолог объяснил какие-то упражнения, которые пациент, может быть, может выполнять сам и один раз проконтролировал ход выполнения. Иногда реабилитолог один раз встречается с пациентом для того, чтобы переложить гипс на более удобный ортез и так далее. Иногда этого бывает достаточно. Недавно беседовали с артероскопистом, занимающимся плечевым суставом, и обсуждали как раз вопрос того, что очень много состояний на сегодняшний день, связанных с плечом, могут лечиться как хирургически, так и консервативно. И четкой границы в сторону одних или других показаний на сегодняшний день либо не существует, либо она плохо оформлена. Есть ли такая проблема в кистевой хирургии, когда и хирурги и реабилитологи могут браться за пациентов с одним и тем же диагнозом, и когда существует, скажем так, перекос в сторону хирургии в состоянии консервативных или в сторону реабилитации в состоянии чистохирургических? Достаточно сложный вопрос, потому что патология кисти очень многогранна, но однозначно есть области, есть патологии, которыми могут заниматься и хирурги, и реабилитологи. Наверное, тут стоит разграничивать, потому что в некоторых случаях просто имеет место такая преемственность. Вначале рационально применять какие-то консервативные методики, этим может заниматься терапевт кисти, то есть он может заниматься лечением всей кисти, кроме операций. И в ряде случаев он обязательно принимает этого пациента уже после хирурга. Потому что, как мы уже говорили, патологии, в которых хирург будет лечить пациентов самостоятельно, не прибегая к помощи реабилитологам, на самом деле очень мало. Так, чтобы хирурги конкурировали с реабилитологами, я думаю, что это вопрос скорее области знаний, преемственности и, может быть, навыков и того арсенала действий, которые может предложить и реабилитолог, и хирург. То есть в некоторых случаях какие-то манипуляции нехирургического или дохирургического плана хирурги сами могут производить. Ну и также ряд манипуляций, опять же, до операций делают реабилитологи. Я думаю, что это просто такое взаимодействие. Именно поэтому, как правило, все конференции и собрания, они проводятся совместно для терапевтов, для хирургов кисти. Сейчас при больших конференциях это могут быть разные сессии, потому что уже есть узкие вопросы, которые интересуют только кого-то. Но, как правило, вот круг вопросов. То есть большинство активностей совместные? Большинство активностей совместные. Но, наверное, это нетипичная ситуация для всех видов хирургии. В общем-то, это больше экстраординарная ситуация. То есть кистевые хирурги, кистевые терапевты теперь работают очень тесно. И мы рады этому. У нас очень замечательные кистевые терапевты. Здесь дошли слухи, что вы были замечены на одной из лекций кистевого терапевта, который преподает в Академии физической реабилитации. Скажите, правда ли это? Да, это абсолютно и правда. Неужели хирург, который каждый день видит кисть, собственно говоря, изнутри, все равно может чему-то научиться у кистевого терапевта и кистевого реабилитолога? Часто мы, просто я, почему он задает этот вопрос, часто мы сталкиваемся с очень большим хирургическим скепсисом и хирургическим снобизмом по отношению к реабилитологам. И сталкиваемся с тем, что хирург, прооперировав пациента, ну я сейчас не говорю о кистевых хирургов, говорят, вам больше, вам не нужна реабилитация, я сделал все, что нужно. Вот, поэтому я и задаю этот вопрос, чему вы, как хирург, можете научиться у кистевого терапевта, кистевого реабилитолога? Вообще в этих случаях, и когда речь заходит впервые о терапии кисти, я всегда вспоминаю свой первый контакт с терапией кисти как таковой, когда я впервые об этом услышал. Это было уже больше десяти лет назад, когда проходила у нас конференция по церебральному проличу в Санкт-Петербурге, европейская конференция. И тогда одна из компаний, занимающиеся низконтемпературными термопластиками, пригласила для курса лекций тогдашнего президента Европейского общества терапевтов кисти. И она прочитала курс лекций вот на общем курсе, и потом еще отдельно дополнительные лекции для, скажем так, для желающих. И, ну, эти лекции меня тогда настолько впечатлили, то есть за ней не всегда поспевал переводчик, и не всегда удавалось полностью точно передать все, что она говорит. Хотя она говорила, в общем-то, главным образом об анатомии и биомеханике, то есть вещи, которые должны знать все, и уж хирурги абсолютно точно. Вот. Но оказалось, что эта лекция была исключительно для искушенных, и граница проходила не потому, кого впустили, а кого нет, а кто понимает и кто нет. То есть это терапевт кисти, который не хирург, который знал анатомию, ну, на порядок лучше, чем, ну, скажем, очень много многих знакомых даже кистевых хирургов. Вот так. Так что я думаю, что у кистевых терапевтов всегда есть ему поучиться. Ясно, ясно. Скажите, знаем, что вашей страстью является ваша профессия кистевая хирургия, но у вас есть другая страсть, это вейкборд и кайт. Они как-то связаны? Они помогают друг другу? Да, я думаю, что, ну, все страсти, они в человеке живут одновременно. Я думаю, что так же, как, ну, любой спорт, он необходим человеку, занимающемуся хирургией или любой наукой, помимо того, что, да, мы должны быть в хорошей физической форме, но точно так же, если человек увлечен, он видит, он видит свое увлечение во всем, да, я вижу хирургию кисти вижу в вейкборде и в кайте, они мне помогают что-то понять в механике, но в хирургии кисти я тоже могу видеть какие-то, да, вещи, связанные с вейкбордом. Например, когда я читаю лекции, да, и объясняю строение седловидного сустава, да, это первый запястно-пясный сустав, как раз аналогию вот строения вот этого седла и вот эти изгибы, которые называются конвокс и конкейв, да, я провожу вот со строением кайтовой доски, которая тоже имеет вот эти же изгибы. Так что все взаимосвязано. Понятно. Дмитрий Георгиевич, огромное спасибо за то, что ответили на наши несколько вопросов. Мы надеемся, что вы в Академии физической реабилитации станете частым гостем и, может быть, преподавателем. Спасибо, было очень приятно.